Дорогие друзья, на душе очень грустно, неспокойно. Это связано с тем, что творится в мире, особенно в Украине. Такое ощущение, как будто мир сходит с ума. Люди прекратили думать, анализировать, и вообще инстинкт самосохранения у большинства пропал. Самое страшное, что люди прекратили различать белое и черное, что такое плохо, отличать от того, что есть хорошо. Я не хочу, как человек, видевший тяжелую жизнь, войну на Донбассе, Майдан в Киеве, Одесскую трагедию, которую сотворила так называемая европейско-американская демократия, повторение этого в Белоруссии. Куда бы они со своим демократическим носом не лезли, там разруха, война, кровь, трагедия, растущие города мертвых. Но вот и пришла в Украину та европейская ценность. И что же я увидел? Медицины нет. Уровень безработицы катастрофически растет. Деиндустриализация проводится с широкомасштабными темпами. Народ Украины стал рабом. А в большинстве случаев еле сводят концы с концами люди. Детей в школах обучают на самом низком уровне, чтобы легче было управлять малограмотными. Просто одним словом скотов людей превращают. Нацизм, бандитизм, хаос, коррупция. Сжирают все последнее оставшееся, что еще было хорошего. Как вы думаете, кто эту всю заразу к нам принес? Лже-демократы, захватчики моей родины. Америка и ее европейские сателлиты. Они этот Майдан сотворили, будь он проклят, и все, кто его возглавлял. Я сегодня обращаюсь к гражданам Белоруссии, к матерям, отцам и молодежи. Посмотрите внимательно в социальных сетях интернет, что произошло с Украиной. Как за 6 лет пришедшая хунта и Майдан уничтожили мою любимую страну. Свыше 15 тысяч погибших на Донбассе. Свыше двух сотен маленьких ангелочков детей, ушедших в мир иной. Свыше пяти тысяч политзаключенных, секретные тюрьмы карателей из СБУ. И можно много еще перечислять страшного происходящего в Украине. Карпаты лысые, Чернобыль горит. Настоящая история попрана, уничтожена. Вурдалаки, Рагульо уничтожают памятники, скачут на костях наших настоящих героев Великой Отечественной войны. Кричат «Слава Украине! Героям слава!» Убивая собственную страну, нас с вами. И все это прикрывается демократическими понятиями и лозунгами. Белорусы, братья мои! Я сам инвалид первой группы. Без руки, без ноги. В своей жизни я был в Белоруссии всего лишь три раза. Последний раз я был два года назад. Вы очень хорошие люди, и Белоруссия у вас красивая, современная, любящая свою историю, своих героев, которые спасли мир от фашизма. Вспоминайте своих предков. Не допускайте хаоса и развала в своей стране. Объясните своим детям, что революции и Майданы ни к чему хорошему не приведут. Пусть для вас Украина станет тем страшным примером, который не для подражания, а для познания, как не нужно малодушничать, трусить, сдаваться врагам, чтобы не потерять страну, которую вы так тяжело строили. Хочу сказать последнее. Мы должны оставаться людьми и братскими народами. Россия, Украина, Белоруссия. По-человечески призываю вас исполнять свою конституцию и законы Белоруссии. Не переходите черту дозволенную. Все делайте в рамках закона. Это мой вам совет. Только так вы не повторите ошибки других стран, как, например, Украина. Если вы хотите узнать обо мне, кто я и что из себя представляю, вы можете зайти в социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и другие. Дорогие мои друзья, подписчики, прошу вас, распространите этот материал. Я не хочу, чтобы беда пришла в Белоруссию и в Россию. Я хочу, чтобы был мир. Хочу, чтобы на Украину пришел мир. И мы воссоединились, как это раньше было. Белорусы. Я не забуду одну фотографию. Ее весь мир увидел, когда заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала печеньки и булочки на Майдане в Киеве. Не верьте этим заокеанским европейским пирожкам. Внутренних яд, горе, война и смерть народам. Народный депутат Украины 5-6 созывов, уполномоченный по правам инвалидов при кабинете министров во главе с премьер-министром Азаровым Алексей Журавко.